Конкурс среди девочек на лучшее стихотворение о пророке Мухаммаде прошел в Махачкале. В нем приняли участие дети со всей республики. На церемонии чествования победителей для присутствующих устроили настоящий праздник. Подробности в нашем следующем сюжете. Конкурс проходил на странице инстаграма женского отдела просвещения Муфтията Республики. Детки читали стихи о пророке Мухаммаде, мир ему и благословения, и отправляли видеоролики администраторам аккаунта. Участвовали в конкурсе около 100 человек от 3 до 10 лет. Лучших выбирала экспертная жюри. Старались максимально объективно оценивать. Ну, вроде у нас все получилось. Насколько я это ощущал, чувствовал, настолько я и в принципе оценивал. Дети у нас просто феноменальные, какие они талантливые. И я думаю, что надо брать с них пример, чтобы ваши дети не сидели в айфонах 24 на 7. Пусть учат стихи, пусть участвуют в конкурсах, тем более их немало. Подведение итогов состоялось в актовом зале гуманитарно-педагогического колледжа. Для всех маленьких участников и их родители в этот вечер устроили настоящее торжество. Викторины с подарками, исполнение нашидов, чтение Корана. Ну и вот самый ожидаемый и волнительный момент – объявление победителей. Награждается Абду Багабова Фатима, занявшая первое место в конкурсе на лучший стиль о пророке Мухаммаде. Мирное благословение. Цель заключалась в том, чтобы как можно больше детей изучили, узнали о пророке, алейси саляту ассалям, чтобы еще больше любовь в наших сердцах укрепилась к нему. Победители определяли по возрастным категориям с 3 до 5, с 5 до 7 и с 7 до 10 лет. Самым лучшим из них почетные гости вручили дипломы, подарки и денежные вознаграждения. Мне очень понравилось участвовать. Мне было очень хорошо с мамой учить стихотворение. Мне очень хорошо, что все остались, что у всех есть призы. Одну из причин – привить любовь к пророку, саляту алейси саляту ассалям, дети в таком формате лучше воспринимают и понимают, и они запоминают это тоже. И в дальнейшем, я думаю, моя дочка вдохновила своей победой тоже, она будет в дальнейшем изучать еще больше. Без подарка в этот вечер никто не ушел. К каждому ребенку достались шарики и обучающие настольные игры, а их дорогим мамам подарили розы. Удивительно то, что они так себя красиво, достойно ведут, и при чтении этого стихотворения чувствуют стержень истинной мусульманки с таким плотным иманом, с такой честью, и чувствуется, как она горда, что она мусульманка. И, конечно, данное мероприятие способствует ограждению подрастающего поколения от всего пагубного, от всего того, что сегодня приводит к тяжелым последствиям. Организаторы мероприятия, сотрудники женского отдела просвещения Примуфтеат Республики уверены, проигравших в этом конкурсе нет, так как каждый его участник узнал что-то новое о пророке, мир ему, который призвал людей творить только добро. Хамзан Ромагамидов, Халида Ахмаев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.